Смотрите, есть принцип открытой экономики, открытого рынка, открытого рынка услуг, который бы, допустим, сработал бы в Германии, где есть действительно конкуренция между транспортными перевозчиками. И, допустим, перевозчик отпустил и взял на себя больше пассажиропотока. У нас совсем другая система, здесь я не думаю, что это сработает. Во-первых, перевозчики жестко привязаны к маршрутам, то есть не может чужой перевозчик работать на этом маршруте, то есть нет конкуренции, у нас неоткрытый рынок. У тебя маршрут, ты повысил цену, альтернативы нет, ты будешь ехать только по этой цене. То есть как оно сыграет, понимаете, здесь… То есть на каждом маршруте, получается, свой монополист и диктует свои правила? Не то, что монополист, они выставляются на торги. Вот маршрут, допустим, Камрад Чедерлога на 8 часов, только одна компания, она его выиграла, другие не смогут поехать. То есть транспортный оператор, который поставит цену на этот маршрут, то есть он может поставить цену, у него не будет рядом конкуренции. В общем, это не та ситуация, где можно отдавать все на правила рынка. Естественно, к этому я и вел. В принципе, в странах, где бы работали правила рынка и была бы либерализированная система транспортных перевозок, Германия, Турция, там с разными элементами, некоторые страны Европы, там тоже есть очень такие жесткие, как Франция, к примеру. Там оно могло бы сработать. Здесь, как оно, каждый перевозчик с точки зрения, чтобы не потерять просто клиента. Здесь уже, наверное, работает где-то как-то предсказание. Повысит два раза, у него вообще никто не сядет в маршрутку, правильно? Не знаю, пойдут в другое место. Насколько можно было так делать и не лимитировать? Ну, не знаю, это достаточно опасно. И так экономика в таком, стоит в таком шатком равновесии, достаточно шатком. И сделать здесь еще потенциальный такой пункт напряжения, отдать кому-то самому, устанавливать на себя цены, без контроля, без ничего, я не знаю. А сейчас нету формулы. Устанавливается просто, устанавливается цена. И каждая сторона приносит формулы. Приносит транспортник, говорят, вот мне надо два аллея. В свою пользу. Правительство говорит так, там начинается, говорит, а вот у меня только 60% загрузки. То есть ты идешь в рейс, ты не понимаешь, и со всех мест не зарабатываешь деньги. И так далее, и тому подобное. То есть здесь надо работать. И при том, есть такой орган, как НРЭО, независимый, который подчинен парламенту. То есть здесь реально можно поработать и сделать нормальную формулу для транспорта. Плюс здесь, как и в других странах, можно вводить коэффициент, социальный коэффициент. Потому что, если мы говорим про мобильность, есть села достаточно маленьким населением. И транспортный оператор для того, чтобы обслуживало это село, это очень много таких примеров на самом деле. Ему невыгодно туда ехать, он будет работать только в минус. То есть здесь государство может прийти даже с компенсацией. Будут ли это центральные органы власти или местные органы власти. Это можно смотреть. Но мобильность должны обеспечивать. Понимаете? То есть над этим надо работать. К сожалению, с 2019 года, где-то с середины 2020, дальше не продвинулось. Наработки есть. Мы работали вместе с немцами. Очень серьезные исследования были проведены в регионе. Как работает Турция, как работает Германия. Там, допустим, это полностью регламентированный рынок. Есть полностью открытый рынок, либерализованный. Ставь цену, какую хочешь. Но рядом может стоять другой автобус и пойдет туда пассажир. Понимаете? То есть очень много вариантов есть. Это надо доделать, работать. И тогда вот эти вот все темы, они даже не будут затрагиваться. Повысился бензин. Повысилось как... Конечно, лучше это не делать не каждый день. Как обычно делаются банки, пересматривая свои ставки. Ну, раз в квартал, раз в полгода. Но это будет предсказуемо. Мы понимаем, что если не обеспечить нормальную стоимость тарифа для перевозчика, мы потеряем транспортную отрасль. То есть никто в минус себе работать не будет. Тем более, если мы хотим получить качественные и безопасные перевозки. Это требует инвестиций. То есть эти инвестиции кто-то должен оплатить. Продолжение следует...